В США и Европа обсуждают с Украиной начало мирных переговоров с Россией. Как сообщают источники NBC, пока дискуссия носит общий характер, в числе прочего обсуждаются, чем Киеву придется пожертвовать, чтобы достичь соглашения. Часть переговоров, которые официальные лица назвали деликатными, состоялась в прошлом месяце во время встречи контактной группы по Украине. По данным телеканала, переговоры начались на фоне опасений США и Европы по поводу того, что конфликт зашел в тупик и сомнений в своей способности продолжать оказывать помощь Украине. В Белом доме обеспокоены тем, что, цитирую, у Украины заканчиваются силы, в то время как у России запасы, как кажется, бесконечны. Кроме того, Киев столкнулся с проблемами при наборе на военную службу. По словам чиновников Украины, вероятно, есть время только до конца года, до того, как должны начаться более срочные обсуждения мирных переговоров. При этом администрация Байдена не видит никаких признаков готовности президента Путина к переговорам с Украиной. Источники говорят, что он все еще намерен пересидеть Запад или дождаться окончания поддержки Киева. Комментирует политолог Георгий Бовт. Теоретически, в максимальном виде это может идти речь о размене мира в обмен на территории. То есть, зафиксировать текущее положение дела и заключить соглашение о прекращении огня. Но в долгосрочном плане это ничего не решает, поскольку если эти условия прекращения огня будут не устраивать одной из сторон, или обе стороны, что в данном случае вернее, то обе они или одна из них будут копить силы для возобновления военных действий. Те на Западе, кто предлагает такие вещи, они надеются, что возможный конфликт нужно будет сохранять в замороженном виде неопределенно долгое количество времени. Ресурсы для помощи Украине еще есть, это видно. А может быть они не хотят, и это тоже видно. Наращивать эти ресурсы за счет своих военных арсеналов и за счет мобилизации своей военной промышленности на увеличение выпуска продукции. Но сохранять поддержку на прежнем уровне, или может быть чуть меньше, для этого ресурсы пока имеются. Но при этом пишут, что Запад дает Киеву время до конца года. Тогда разговор о переговорах станет более настойчивым. Мы не знаем, насколько верны эти утверждения. Это всего лишь публикация утечки в прессу. Мы не знаем, насколько они верны. Наверняка после этих утечек появится опровержение со стороны других представителей Запада, которые будут говорить, что Запад готов поддерживать Киев столько, сколько потребуется. Во всяком случае, подобного рода утверждения совсем недавно уже звучали. Единства по поводу масштабов такой поддержки, наверное, нет. Но, тем не менее, на Западе по-прежнему влиятельные силы, которые действительно готовы поддерживать Украину столько, сколько это потребуется. Пойдет ли Киев на такие переговоры? Пока не похоже. Пока руководством Украины ставится на политическом уровне прежняя задача. Выход на границы 1991 года. Есть какие-то публикации и выступления отдельных политиков, арестующих, которые предлагают переговоры с Россией. Но эта точка зрения на Украине пока является маргинальной. А Россия? В России официальная точка зрения выглядит гораздо более монолитной. И она исходит из того, что задачи РСУ выполняются и должны быть выполнены. Без того, чтобы конкретизировать, как именно и когда они должны быть выполнены. Питолог Георгий Бофт. Напомню, что Алексей Арестович внесен в Россию в перечень террористов и экстремистов. Между тем, Зеленский не согласился с мнением Залужного в «Экономист», где главком ВСУ назвал ситуацию на фронте тупиковой. Президент Украины сказал, что бывало и хуже. А ключевой проблемой он назвал превосходство России в воздухе. Решением этого вопроса, по его словам, является поставка F-16. Напомню, что Залужный в своем интервью сказал, что поставки этих самолетов не переломят ситуацию на фронте, так как у России появились уже более дальнобойные системы ПВО. Тем временем, Белый Дум заявил о скором исчерпании средств на поставки Украине. Как заявила пресс-секретарь администрации президента США Карин Жан-Пьер, это необходимо, поскольку запасы Пентагона нужно растянуть на максимально возможный срок. При этом американский Форбс сообщает, что США тайно передали Украине от одной до шести инженерных бронемашин «Эсоут Бричер» для прорыва обороны России. По словам аналитиков, это одна из самых защищенных и универсальных военных машин. В ее поставке ВСУ нет какого-то серьезного стратегического значения, считает военный эксперт, основатель портала «Милитария Раша» Дмитрий Корнев. На самом деле это просто обычная американская машина разминирования. Поставки этой техники действительно стали сюрпризом, то есть о них не объявлялось как-то публично. Судя по всему, эти машины, несколько единиц, были получены ВСУ в октябре вместе с танками М1 «Абрамс». Выполнены эти машины на базе танков М1 «Абрамс», и они предназначены, ну, фактически для прохода минных полей. То есть эта машина сочетает в себе возможности инженерной машины, то есть экскаватор, который может снимать верхний слой почвы и раскидывать по бокам от себя. И кроме этого у машины есть пусковая установка удлиненных зарядов разминирования. Что это такое? Это вот типа российской системы УР-77, которую называют «Змей Горыныч». Длинный, несколько сотен метров, ну, 200 метров, допустим, заряд разминирования запускается в поле, падает на землю и взрывается. Тем самым образуется проход в минном поле шириной несколько метров. С помощью таких машин в теории можно проделывать на ходу проходы в минных полях, возглавляя, ну, скажем так, танковую колонну. Появление таких машин у ВСУ, ну, вряд ли что-то серьезное изменит, потому что, ну, понятно, и танков М1 Абрамс поставлено всего 31 единица. Ну, и таких машин, вероятно, 2, может быть, 3, может быть, 4. Ну, такие количества не могут изменить ход боевых действий. Если бы их было поставлено, там, не знаю, 500, ну, наверное, тогда что-то, может быть, изменилось, и то не факт. Что с ВСУ еще не поставили? Что, значит, еще будет ожидаться, может быть, ракеты, машины, средства, еще что-то новое? О котором, вот, говорил Залужный. Различные противотанковые системы будут поставляться. Ну, единственный здесь вопрос. Неясно, шведы это будут делать, американцы. То есть все поставляют что-то понемногу, все используют в том числе Украину как своеобразный полигон. Но то, что ждет Украина прежде всего, это, конечно, сейчас, похоже, авиация, американские самолеты, F-16, и ракеты «Воздух-Земля» для этих самолетов, которые обеспечат поражение цели на большой дальности. Вероятно, это то, на что Залужный больше всего сейчас делал вставку. Это был военный эксперт Дмитрий Корнев. Офис президента Украины раскритиковал Залужного за слова о тупике в конфликте. Замглавы офиса Игоря Жовкова заявил, что статья вызвала панику руководства стран Запада. По его мнению, в материале не нужно было раскрывать стратегию Киева, потому что такие вещи любят тишину. Накануне стало известно, что Владимир Зеленский отправил в отставку командующего силами специальных операций Виктора Хоменко. По словам последнего, решение было принято президентом без согласования с Залужным. Это накануне подтвердили в офисе президента Украины, указав, что просьба об отставке поступила от главы Минобороны. Главком ВСУ по закону не имеет отношения к этой процедуре. Однако аналитики уже комментируют этот конфликт в контексте возможного увольнения самого Залужного.